Привет всем! В этом видео хочу ответить себе на вопрос, стоит ли менять процессор i7-920 на процессор Xeon W3690. Какова цена вопроса и есть ли смысл в такой замене? Тесты буду проводить на материнской плате Gigabyte GA-X58 UD3R с сокетом 1366. В данный момент на плате стоит процессор i7-920 с частотой 2,66 ГГц. Тестировать буду программой Cinebench, архиватором WinRAR и видеоредактором Adobe Premiere. В Cinebench запущу стандартный обсчет 3D объектов. WinRAR заархивирую фильм на 1,5 ГБ, а Adobe Premiere будет заниматься рендером видео. Все тесты буду фиксировать секундомером. После этих тестов заменю процессор на Xeon W3690 с частотой 3,46 ГГц и повторю все операции с ним. Сравню показания, сделаю вывод. Запускаю Cinebench и секундомер. Думаю результат будет в районе 10 места. Промотаю для экономии времени. Оранжевым цветом выделен мой процессор. Теперь запускаю архивацию фильма на 1,5 ГБ и секундомер. Записываю результат. Последний тест рендер в Adobe Premiere. Взял небольшой, но сложный кусок видео. Запускаю рендер видео и секундомер. Продолжение следует это видео. Субтитры делал DimaTorzok Меняю процессор. Добавил субтитры. Запускаю синий бенч и секундомер. Промотаю немного. В предыдущем тесте процессор i7-920 показал 11 результат. У него 4 ядра и 8 потоков. У Xenoma 3690 6 ядер и 12 потоков. И частота повыше. Поэтому я надеюсь, он покажет где-нибудь 8-9 место. Если 8 покажет, будет очень хорошо. Я буду рад. Оранжевым цветом выделен мой процессор. Снова запускаю архивацию фильма на 1,5 ГБ и секундомер. Запускаю рендер видео и секундомер. В реальной жизни прирост скорости оказался меньше, чем я ожидал. Особенно неожиданный для меня результат Xenoma показал при рендере в Adobe Premiere Pro. Неплохо бы протестировать Xenoma более широким спектром программ, но времени на это нет. Процессор Xenoma W3690 есть смысл покупать, если вас устроит прирост в скорости порядка 15-20%. Тем более, что цена на него сегодня не 1000 долларов, как 10 лет назад, а 50 долларов на Алиэкспресс. Меня процессор устраивает, хотя несколько разочарован. Наверное, не нужно было на него возлагать большие надежды, а вы решайте сами, как быть. Но сильно заморачиваться не стоит. Всем пока!